Здравствуйте! В эфире программа Перекрёсток. Меня зовут Ольга Соловьёва. Продукция этого комбината известна не только в родном Череповце, но и далеко за его пределами. Сегодня будем говорить о достижениях и развитии Череповецкого фанерно-мебельного комбината. И у нас в гостях её генеральный директор Илья Коротков. Илья Евгеньевич, здравствуйте! Очень приятно вас видеть. Ольга, добрый день! Уважаемые граждане, жители нашего города, всем добрый день! Илья Евгеньевич, позади несколько праздников. День работников леса. В прошлом году вы отпраздновали юбилей комбината. Буквально на носу праздник 4 ноября, 61 год комбината. Ну, как-то в празднике принято подводить итоги. Вот как прошёл юбилейный год для комбината? Ну, юбилейный год это прошлый год, 2018. Он прошёл на ура. И честно признаюсь, он для всей нашей отрасли, деревообрабатывающей, в том числе нашей компании, прошёл очень хорошо. Мы закрыли год с прекрасными показателями. В конце, конечно, они начали омрачаться кризисными явлениями в отрасли. Но если говорить про юбилейный год, он удался. Он удался, да. Вот если говорить о Череповецком фонерно-мебельном комбинате, то всё-таки в советское время как-то знали больше по второму слову «мебельный». На череповецких стульях сидел весь Советский Союз. А на какую продукцию сейчас делается ставка? Ну, дело в том, что действительно история у нас богатая на события нашего предприятия. В 1958 году появился завод «Фонеродеталь», который рос и развивался, превратился в большую компанию. На каком-то историческом этапе спичная фабрика тоже была в составе нашего предприятия. Поэтому разные виды продукции мы в своё время выпускали. Приставка мебельная осталась как бренд, наверное, как дань традициям, которую мы решили не убирать из нашего названия. Хотя компания уже давно переформатировалась в совершенно другую фирму. Но дело в том, что мебель мы производили, но с крахом, скажем так, советской плановой экономики это производство оказалось экономически неэффективным, и в 90-е годы мы вынуждены были его приостановить. То есть сейчас мебель не производится вообще? Мебель не производится вообще. Отдельные детали и узлы мы ещё производили и до 2000-х годов, пока они пользовались спросом на мировом рынке. Но и эта продукция тоже была вытеснена другими видами продукции. А мы сконцентрировались всё-таки на производстве основной продукции. И для нас это, как для крупного производителя, гораздо интереснее. Хочу просто напомнить и горожанам, что действительно в советское время практически все сидели на черепаевских стульях. Мы производили там больше миллиона стульев. И, наверное, они многим запомнились. И до сих пор они у нас тоже есть и в нашем музее, и на складах. Мы их не выбрасываем. На складах даже есть. Да, некоторые позиции остальные на складах. Их можно прийти посмотреть. Это тоже дань традиции. Честно скажу, они не ломаются до сих пор. Даже в то время мы умели делать не то, чтобы сейчас. Так, может быть, можно купить, раз на складах есть. Такие замечательные стулья. Это отдельный вопрос. Ну вот, Илья Евгеньевич, для компании всегда важен рынок сбыта. Кто потребитель продукции комбината? Ну, скажем так, вообще наша отрасль характерна экспортной ориентированности. Так же, как и, наверное, металлургам, химикам и нефтегазовому сектору. Поэтому, исторически мы производим продукцию. Длинная доля, которая уходит на экспорт. Поскольку внутреннее потребление в стране не такое значительное все-таки. То есть, наша доля в мировой экономике пока еще не такая большая. Мы постоянно работаем порядка с 35 странами. Имеем контракты. Хотя, поставляли в свое время до 85 стран. То есть, очень широкая география. Это Северная Америка, Южная Америка, Азия, Ближний Восток, Северная Африка. Илья Евгеньевич, какая же все-таки продукция в приоритете сейчас? На всех наших площадках, во всех подразделениях промышленных мы производим три основные вида продукции. Это березовая фанера, которая широко известна на рынке и востребована. Это древесные плиты ДСП и ламинированные плиты ДСП. И пиломатериалы. То есть, это три классических вида продукции. И, соответственно, также из них мы производим еще продукты глубокой переработки, но уже в менее значительных объемах. Соответственно, березовая фанера – это уникальный продукт. Потому что эта продукция производится только в России и в странах Скандинавии, скажем так, Финляндии и Прибалтика. Нигде в мире больше она не производится. Поэтому мы считаем, это очень перспективное направление в любом случае. Вот в прошлом году был запущен фибролитовый завод. Вообще, что это за продукт? Давайте поясним нашим телезрителям. И вообще, оказался ли он востребован? Где он применяется? Скажем так, предприятие заработало в декабре, но в режиме еще пуска наладки. И вот только сейчас мы заканчиваем полностью строительство. В сентябре этого года, буквально на днях, мы должны подать документы для официального разрешения на эксплуатацию предприятия. Поэтому, объективно, можно сказать, что с октября предприятие все-таки заработает на полную катушку. Но, несмотря на это, мы уже сформировали хороший пул заказов. Когда продукция производится и в режиме пуска, наладки, уже начались отгрузки, перспективы есть, и они значительные. Продукт, в принципе, уникален. Он, наверное, многим может быть людям знаком по советскому прошлому. Да, но это был совершенно другой продукт. Сейчас современные технологии, универсальность производства, поточные линии, конвейеры. Продукт широко используется за рубежом, как экологически чистый и направленный на обустрение нашего быта в правильном направлении. Плюс имеет сам продукт ряд ключевых интересных преимуществ. Это его пожаростойкость, это его климатическая устойчивость и ряд других. И акустическая, и шумоизоляционная. Поэтому у него действительно широкая сфера применения. Это отдельная тема, на самом деле. Как он выглядит вообще? Что это вообще за материал? У меня есть образцы, мы можем это посмотреть и показать нашим гражданам. На самом деле мы начинаем продажи, понятно, как любая крупная компания оптовой продажи. Но я просто хочу объявить о том, что на ФМК все равно есть подразделение, которое занимается розничной реализацией. Всем нашим горожанам можно будет в какой-то момент времени, уже начиная с октября месяца, приехать в магазин и реально для своих нужд что-то купить. Для ремонтов и так далее. Если им это будет интересно. Вы сказали широкий спектр применения этого продукта. А все-таки где мы можем его применить? Это шумоизоляционные все работы. Это потолочные конструкции. Это стеновые панели. Это напольные покрытия. То есть черновые полы за счет своей специфики. Это барьеры звукоизоляционные. Такой спектр большой достаточно. Кто уже высказал интерес к этой продукции? Это больше череповчане, которые занимаются строительством? Нет, мы, конечно, опять же, ориентируемся на мировой рынок, поскольку российский рынок не такой емкий. И у нас собрался неплохой пул заказов от европейских покупателей, где этот продукт известен. Да, и просто мы выходим на существующий рынок просто с новым современным продуктом. И конкурируем там с уже существующими производителями, но он в другом уровне. Ближний Восток заинтересовался этой продукцией. Прибрежные страны, поскольку продукт уникален стойкостью в климатических условиях, и для строительства это очень важный момент. Опять же, широкий спектр здесь тяжело всех перечислить. Ну вот я слышала, что если говорить о России, то в принципе Череповец здесь в передовиках по производству этого продукта. Вообще есть ли кто-то еще производит его или только мы? Нет, в России есть еще одно предприятие во Владимирской области. Оно функционирует, оно развивается. Это наши конкуренты, но мы за них рады, потому что мы всегда пытаемся дружеские отношения выстраивать в отрасе с конкурентами. Я думаю, и у нас, и у них в принципе неплохое будущее, если рынок будет развиваться. Слышала, что вы еще в Охтаге собираетесь открывать завод. Что это будет за завод, что будет производиться? Ну, скажем так, наверное, горожане мало знакомы в принципе с комбинатом, поскольку мы всегда находимся немножко в тени наших крупнейших гигантов химических и сталелитейных. Но несмотря на это, я просто хочу всем напомнить, что наше предприятие является третьим крупнейшим работодателем и налоговладельщиком области после химиков и металлургов. Поэтому мы развиваемся, мы зажаты в тисках города, поэтому все наше развитие в последнее время было достаточно интенсивное, а не экстенсивное, поскольку просто площадка это не позволяла. И последние годы мы просто приняли решение новые все проекты уводить за черту города, потому что здесь просто нет соответствующих площадок. Вот мы построили новый завод в индустриальном парке, это пока еще в городе, но уже не в рамках существующего предприятия ФМК. И мы уходим в регионы по ряду причин. Во-первых, это сырьевая доступность, это логистика, это издержки какие-то оправданные экономически. Поэтому да, мы приобрели предприятие в Грязовецком районе поселки Вохтага. Оно сейчас у нас работает, успешно работает. За последнее время оно достигло тех результатов, которые оно не достигало за 30 лет своей работы предыдущей. И на базе этого предприятия мы собираемся построить большой-большой амбициозный фанерное предприятие, большой завод с объемом выпуска до 180 тысяч кубов в месяц. Это очень серьезный большой проект, как для отрасли в России в целом и для Волгойской области тем более, потому что там объем инвестиций до 10 миллиардов рублей, это очень серьезный проект. Будут ли создаваться новые рабочие места? Да, это позволит нам создать в зависимости от объемов выпуска много рабочих мест. Мы рассчитывали от 300 до 800 рабочих мест в зависимости от того, каким получится конечный проект. То есть сейчас может идти речь о том, что фанерный мебельный комбинат станет группой компаний? Мы давно уже являемся, можно сказать, группой компаний, если так модно говорить. Мы никогда это не афишировали. И все-таки на нашей площадке в Череповце мы привыкли считать себя комбинатом. Хотя на самом деле это не просто комбинаты, это три отдельно взятых очень больших производства. Они, естественно, имеют синергию и завязаны друг на друга. Но на самом деле это совершенно разные три предприятия, которые зажаты на небольшой площадке в черте города в северном микрорайоне. Поэтому, да, с поэтапным развитием нам приходится превращаться уже в какую-то группу компаний, хотя бы потому, что действительно предприятия находятся в разных местах. Ну вот в этом контексте какие-то изменятся ли условия труда для людей? Все-таки группа компаний, будет ли как-то корпоративное объединение? Что это будет? Программы социальные как-то? Нет, социальные программы, которые у нас базово заложены на головное предприятие, как мы говорим, Череповецкий ФМК, они остаются. И они ретранслируются на все наши дочерние предприятия без изменений. Могу просто сказать, что у нас действительно очень сильный коллективный зажидовой договор в плане защиты наших работников. У нас очень сильный профсоюз, который нам очень помогает в работе с коллективом. Поэтому предприятие берет на себя в любом случае очень сильные, скажем так, социальные обязательства по сравнению с другими компаниями в разных отраслях даже. Ну давайте, может быть, как-то конкретизируем, какие социальные программы реализуются. Я думаю, будет интересно. Да, давайте просто напомним нашим зрителям, что наше предприятие одно из немногих, которое на постсоветском пространстве сохраняло за собой серьезную социальную службу. Это в любом случае нагрузка на предприятие, поскольку эти объекты не являются коммерчески интересными с точки зрения принципа ведения бизнеса. Но мы это признаем, и мы развиваем, как вы знаете, наш стадион, который очень неплохой площадкой является для занятий спортом и вообще развития отношения к спорту. Мы приглашаем туда всех, не только работников комбината, но и жителей микрорайона, и города. И вот на недавнем мероприятии на празднике мы убедились, что это большой интерес жителям представляет наш праздник, который мы проводим на нашем стадионе. Там много различных секций, мы поддерживаем детские группы и своих работников. Все это бесплатно, по большей части. И второй большой социальный объект, который до сих пор мы тоже ведем, это профилакторий. Ну, наверное, это устаревшее советское название. Может, у кого-то оно ассоциируется с чем-то, может быть, там, с Авдеповским, не побоюсь этого слова. Но на самом деле это современный, уникальный медицинский центр. Не такой большой, как, может быть, какие-то другие медучреждения, но уникальный там по набору услуг, лечебных программ и некоторого оборудования. Поэтому мы не только своих работников туда приглашаем, а у нас достаточно широкая там политика скидок. И на коммерческой основе мы приглашаем всех посещать наш профилакторий. Он действительно уникален по некоторым вещам. Это два основных объекта социальной направленности, которые предприятие ведет. Ну, я раз уж заговорил про трудовой коллективный договор, действительно у нас очень сильные позиции с поддержкой наших работников. Я, к сожалению, не могу все разглашать, потому что это внутреннее дело компании, но остановлюсь на том, что мы достаточно сильно поддерживаем и работников, и детей работников, и ветеранов, и пенсионеров наших компаний. Для всех существуют какие-то субсидии, льготы и выплаты дополнительные. И это наше кредо, я бы сказал. Илья Евгеньевич, ну, понимаем, да, всегда производство равно экология. Эти вопросы все всегда задают, и, к счастью, и бизнес об этом говорит, ничего, да, не утаивается. Вот какие экологические программы существуют на вашем комбинате, и, может быть, социальные программы как-то тоже привлекаете жителей северного района? Да, тема, на самом деле, больная для многих. И здесь хотелось бы немножечко разъяснить. Я начну с того, что во всем мире предприятия деревообработки считаются очень зелеными предприятиями. И вот это хотелось бы донести до наших граждан. Например, в Германии, ну, вообще в странах Евросоюза, если ты хочешь начинать бизнес в деревообработке, тебе сразу же, как потенциально уже зеленому предприятию, открываются большие двери, возможности и куча субсидий и льгот. Поскольку они понимают, что это не химия, не металлургия, но это здоровое производство. Потому что, сами подумайте, мы выращиваем дерево, мы из него делаем классный современный продукт, живой и натуральный, а все отходы, на них потом снова вырастает дерево, потому что это экологически чистые отходы на самом деле. Вот 99% случаев. Поэтому хотелось бы напомнить об этом, что любое предприятие деревообработки, ну, может быть, про ЦБК можно отдельно разговаривать, да, но, по крайней мере, в плитной нашей отрасли, это очень чистое предприятие само по себе. И вот эту экологичность мы хотим донести до всех, и до жителей, и до властей, и для бизнеса, ну, всех, кому эта тема не безразлична на самом деле. Касательно ФМК, ну, вот на недавних совещаниях нам объявили цифру, так скажем, вклад наш в вредность, что ли, индустрии в Череповце составляет 0,13%, то есть это настолько ничтожно, что об этом даже смешно говорить. Опять же, повторюсь, вот насколько предприятие является зелёным. Но, несмотря на это, понятно, что у нас есть большая инвестпрограмма по снижению всех возможных выбросов в атмосферу и вредных веществ. Мы говорили об этом несколько раз в разных программах, о том, что, например, мы в 2012-2017 запустили уникальные установки, абсорбационно-биохимические установки удаления формальдегида. На самом деле это ноу-хау учёных, не на всех предприятиях лесной отрасли это есть. Я думаю, в России, может, только у нас и есть. И это очень интересный продукт, ну, очень интересная технология, которая позволяет нам извлекать и нейтрализировать 99% всех формальдегидных остатков из наших отходов и продукции, а это очень высокий процент. В социальных акциях участвуете, ну, как посадка деревьев, например? Ну, скажем, это модно. Да, это модно. Мы и так в индустриальных масштабах высаживаем миллионы саженцев, как, скажем так, добросовестные лесопользователи, кем и является комбинат, поскольку мы в аренде имеем много лесных участков в нашем регионе. И, естественно, мы обязаны там по закону и по всем нормативам высаживать деревья по итогам лесозаготовительных работ. Этим мы и занимаемся, опять же, повторюсь, просто в индустриальных масштабах, миллионными тиражами. А то, что мы хотим сделать в городе, действительно, это очень интересный проект, поскольку я сам вижу, что зачастую наш город, может быть, не такой зеленый, как хотелось бы, по крайней мере, в той части, где много транспорта, дорог. Мы хотим посадить не маленькие саженцы, а уже здоровые деревья многолетние. И, надеемся, они приживутся на Советском проспекте и будут радовать наши легкие. Я тоже надеюсь. И легкие наших граждан. Илья Евгеньевич, увы, время эфира нашего подошло к концу. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и все подробно рассказали. Всегда рад. Приходите еще. Спасибо, что пригласили. Ну, а я напоминаю, сегодня у нас в гостях был генеральный директор фанерно-мебельного комбината Череповца Илья Коротков. До встречи. До свидания.